Робот-технический комплекс МРК-15 Между собой его назвали в Валле, как аналог робота из мультфильма. Уникальный тем, что позволяет работать сапером удаленно с подразительными предметами, взрывоопасными предметами, не рискуя собственной жизнью и здоровью. Роботы многофункциональны, позволяют провести разведку местности. На них стоят несколько видеокамер, которые позволяют удаленно по радиоканалу или по проводам управлять роботом, соответственно, осматривать территорию, выявлять особенности подразительных предметов и принимать какие-то решения по дальнейшему действию с ними. Данный комплекс оснащен двумя пультами. Один пульт технологический у меня в руках, и второй пульт с монитором, который уже применяется для работы на объекте. А технологический пульт нужен для того, чтобы выгрузить машину, погрузить машину, где-то там подвезти его и так далее. Оптика здесь очень хорошая, позволяет получить детальную картинку. Помимо того, что есть стоят курсовые камеры, камеры по работе над объектом, вблизи объекта, плюс еще есть камера увеличивающая, которая позволяет очень детально рассмотреть исследуемый объект. Каждая камера имеет подсветку дополнительно, мало того, что они работают в ночном режиме, плюс еще дополнительная подсветка четырехэлементная. Плюс этого робота то, что разработчики учли наши пожелания для того, чтобы исключить вероятность случайного срабатывания катковых механизмов при работе с объектом. Можно с пульта отключить полностью систему движения, и будет работать только манипулятор. То есть робот-мобильный, случайно его не сдвинешь, то есть все будет зафиксировано. Здесь существует три вида схватов, различные типы, то есть в зависимости от того, с каким объектом мы работаем. То есть вот этот универсальный, им можно что-то раздвинуть, взять, перевести, куда-то эвакуировать. Есть полукруглые и есть тонкие, которыми можно исследовать, допустим, пакеты, еще что-то, разрывать или доставать изнутри что-то. Очень хорошая проходимость, здесь два варианта исполнения гусениц. Данные гусеницы вполне себе комфортно чувствуют на любой поверхности, будь то бетон, асфальт или там грунты, снег и так далее. У него изменяемая геометрия передних катков, то есть можно применять его для подъема самостоятельного захода на лестничные марши. Соответственно, он преодолевает, спокойно преодолевает бордюрные камни, можно заехать. Завалы, конечно же, там, скорее всего, будет тяжело. То есть в завалах там другая тактика применения. Скорость перемещения по открытой местности порядка одного метра в секунду. У данного робота две скорости, есть крейсерская рабочая. Соответственно, рабочая скорость поменьше для того, чтобы при подъезде к объекту он не случайно там не дал газу. Или же при движении уже с объектом, зажатым в манипуляторе, можно было безопасно, спокойно вести, чтобы не подвергаться излишней вибрации. Субтитры создавал DimaTorzok